Друзья, всем привет! Вспоминаем сейчас предыдущую часть просто как какой-то кошмарный сон. Мы просто были сейчас на этом уровне еще, на легком, потому что выполняли все остальные достижения, которые нам нужно взять в стиме, чтобы получить стопроцентный статус. И там многие, ну всякие интересные есть, ну например, сделать магом кубик, примагнитить его понтием, кинуть его вверх понтием и сбить молотом до того, как он достигнет земли. Это там понтий, бейсбол называется, ачивка. И таких много. Таких много, мы их взяли все за кадром. Я просто прикреплю в конце скриншоты стима, что все достижения мы взяли. В принципе, они все простые, интересные. Ну например, там, соорудить башню из восьми кубиков. Не из восьми кубиков Амадея, а именно из восьми, которые надо найти в уровне. То есть искать такие уровни, где есть сосредоточение объектов. Короче, я думаю, всем будет интересно их повыполнять. Если у вас вдруг будут какие-то затруднения с какой-то ачивкой, вы можете мне написать. И я вам, конечно, расскажу, как ее можно получить. Но думаю, затруднений не будет, там все понятно описано. И интересно, а сейчас, а сейчас, гоблинские махинации, это босс, это последний босс. Ну, собственно, о, а Дэв пишет, что прибыл уже, прибыл, аутрайдерс проходить. Так что, стартуем. У меня жесткие сроки начать. Так, сложно, убийственный включен, все, окей, поехали. ПИНК-300 мне нравится. Нападение застало героев врасплох, и первый же снаряд спустил их с небес на землю. Летучий агрегат рухнул вниз в толпу гоблин, в которые стояли и ждали, что герои разобьются. Да, сикхази. В общем, этот босс, и потом еще будет бонусный уровень, друзья, но это уже в следующей части. За то, что мы все нашли в сундуках, получаем бонус. Уходите, не то я раздавлю женщину! Ничего не выйдет! К тому же Маргарет здесь нет. А мы здесь и покончим с тобой, твоей вредоношной машиной. Она сложна, чтобы разрушать города. Но я могу начать и с вас. И опять же, та же логика в поражении босса. Нужно уязвимые места ему выцеливать. Хотя этот босс, мне кажется, вообще намного проще... О, матч уже слился. Намного проще, чем... А, это я уже слился. Ну, попробую тогда поднять девочку. Простите, простите. Конечно, комментировать и не слиться со старта. Это... Не из простых, готовься. Давай. Так. Ну, понятно. Веселье. Веселье, веселье. Ну, видимо, все. В том, что на этом боссе решения у Чуковского нет. Ну, поднял. Давай сейчас начинаем. Забыли сказать, что несмотря на хардкор, на этом уровне можно подниматься. В несколько раз. Да. Ну да. Кстати, работает чекпоинт, это важно. Ух ты, а чё меня... А чё? Чё? Воронуло сейчас так просто с этим ящиком. Что это тут? Кидает. Так, ну хватит, давай, хватит. Умирать уже, давай действовать. Ага, понятно. А у меня... Тогда уже, уже похоже, всё. Так, ну слушай. Я всё понимаю. Это ты? Ну давай, давай, это ты. А это я. Ну так воскрешай, беги, чё ты делаешь? А как я... Ну каким образом? Ну как? На ветру, ну чё? По ветру и... Да, да, да. По ветру, по ветру. По ветру. Рывок сейчас сделай. Отлично. Ну только Амадей, сразу всё. Переключайся на девочку. Давай. Сразу, короче, как воскресишь, переключайся. Но похоже, уже действительно всё. Да, у нас как-то, ну, дичь какая-то началась, потому что сразу колограммы не было. Необходимо. Я успел переключиться, знаешь. Я иду туда наверх сейчас воскрешать её тоже. И ты сразу, сразу топчи двойку бесконечно. Колограмму здесь сделай для нас. Для нас? Ну конечно для нас от его этих снарядов. Всё. И теперь я иду наверх. Я иду наверх. Колограмма мешает. Он, похоже, что-то поломалось у него, в общем. Да, это отлично. Да, но такого никогда не было. Интересно, а ну-ка, давай-ка ему вот сейчас. Попробую применить вот сюда. Потом и поломал только доску. Понятно. Да, он заглючил, друзья. Пока матч. Ему не оторвал часть чего-то. Он рассуждал, пока я ему оторвал. Короче, всё забавно как-то получилось вообще. Совершенно. Ай, как деда. Как деда изничтожили. Пойду-ка я с этой стороны его восхищать. А ещё, например, была ачивка вот так вот пролететь понтием на щите. И чтобы у него 5 секунд на щите стоял другой персонаж. Здорово. Все ачивки, они весёлые. Ай! Вот этими бомбочками мы тоже можем его попытаться атаковать, но сейчас он не успел. Так, у него остаётся всего 2. Одна. Часть, матч его полностью уже разобрал. И, как вы поняли, его надо разбирать. И хорошо разбирать. Девочку, вот я с бомбочкой... Ах, закрыл, он закрыл. И деда мне взял и вынес. Ладно. Ну чё ты там... Он зажал, он меня зажал. О, могу пройти. Да, он не может прижать. Мне это, наверное, штуковно напоминает какого-то Юнитая у орков из Вархаммера. Вот прям такой... Такого стиля. Ну, подай-ка я молот туда сейчас пробую запульнуть. Не, он так не даёт. Нет-нет, он должен опуститься. Вот привод щича. Вот так я закинул, да. Но всё-таки лучше всего выносить девочка. Ещё не всё, друзья. Это ещё не всё. Я попал. Дальше осторожно. Так, меня слили. Я попробую. Ну ты пока дедом живи. Я попробую сейчас девочку взять. Отвлекай его просто. Иду. За что ты творишь? Ты мне сейчас чуть не... Можно. Девочку. Я отсюда буду молот ещё... Подкидывать. Я вообще не вижу, где я. Твои... Там, меня просто сжали. Сжали. Отвлекай его. Давай, отвлекай. Где-то умер. Отвлекай. Отвлекай. Нет. Сейчас я попробую закинуть. Попал в спину. Хорошо попал. Куртаюсь. Готово. Начало такое... Сумасбродное было. Сразу... Меня выручили девочка. Я её сразу утопил в лаве. Ну... Шикутюмаркутюм. Но зато весело. Зато весело. Тужурка Ливи. Вот это да. Гоблинские прислужники хрипа боялись подойти к Маргарет. Интересно, почему? Гвозам не верю. Маргарет, ты там? Дорогая. Вы заметили, как она похожа на гоблинские художества, которые мы видели по дороге? А что теперь? Гоблинское божество? Святая ярость. Подними глаза. Сияние идёт с неба. Тройка. Значит, ты всё это время охраняла, Маргарет. Я больше никогда... Иси-тенси. Я не скажу ничего нурного. И вот это модель наконец-то вернул свой Маргарет. Коварный предводитель страшных гоблинских. Повторяющий был повержен. Впереди ждал только заслуженный отдых. Но не для нас, друзья. У нас ещё тройки впереди. Парадовой. У меня так гручало в желудке, что я не слышал шум сражения. Идёмте, пока у нас не нашло очередное приключение. Я боюсь открывать мешок. Открывай. Да. Амадей же пёрнул. Закончен мой рассказ о гоблинских уловках. Осталась только лишь счастливая концовка. Проблемы улеглись. Свернулся страх в клубочек. Откладиваюсь я. А вам? Спокойной ночи. Да-то надо перед сном смотреть. Это прохождение. Получается так. Назови часть. Часть перед сном. Ага, предыдущую. На ней точно все заснут. Не, там актив. Экшн. Дизайн-директор. Лид геймплей дизайнер. Ну что, друзья. Время подведения итогов. Трайн-два сказочный, красивый, качественный платформер. И он намного сложнее мне показался, чем первая часть. В нём есть хардкорность. Матч. Считаю, что это душнилова. Я считаю, что это хорошо. Вот. Поэтому Трайн-два многие считают лучшей частью в серии. Наверное, я с этим соглашусь. Хотя я в четвёртую часть ещё не играл. Калаграмма — это сила, безусловно. Ну и также проходить игры на хардкоре. Это кое-что-то значит, поэтому старайтесь, покоряйте. Это ведь очень крутое ощущение такого глубокого удовлетворения, которое мы тоже сейчас испытываем. Когда понимаем, что прошли всё. Ну да, бонусный уровень остаётся. И, конечно, мы не забываем о нём. А так, Трайну-два можно поставить... Поставить 8 из 10 смело. Я вот думаю, 9. Но... Из-за вот этих вот каких-то таких вещей, когда... Когда... Вы не успели увидеть, как анимация прошла у монстра. Он просто рядом с вами появился, и вы уже сразу мертвы на хардкоре. Это было ужасно. Это по ходу прохождения выпило столько крови. И это действительно в сетевой игре случается часто. И это не только у нас с матчем. Нельзя сказать, что это у нас пинг такой. Я коннектился и с другими подписчиками, и мы пробовали, и пинг показывался хороший. Но да, вот просто вы знаете, о чём я говорю. Стоите, выходит, например, из-за бэкграунда гоблин. А-а-а-а! И всё просто. И всех жизней у вас нету. Ну как? Ну а-а-а! Хардкорный режим. Поэтому 8 из 10 игра, конечно, всё равно очень хорошая. Невероятно красивая. Я пересматривал тоже вот ролики, и именно всматривался в пейзажи, в локации, в то, как красиво всё везде светится, переливается. Это очень здорово. Трайн 3 будет. Будет с матчем. Только он сказал, что хочет немножко отдохнуть. Всё потому, что... Что здесь тебя преследовало? Душнило. Вот специальное спасибо... Тапио Пирхонен. Маччу. Ну а если вы хотите сказать специальное спасибо нам за это прохождение, друзья, то вы всегда можете выразить эту благодарность в виде доната по реквизитам в описании. И это действительно лучший способ. Ведь всё, что мы делаем, это всегда поддерживается исключительно вашим донатом. Нет никаких каналов спонсоров. Ну, кстати, сейчас нет. Вот это уже будет неправда. Сейчас спонсоры появились, потому что кнопку спонсорства мне дали буквально месяц назад. Да, я всегда раньше говорил, потому что раньше не было. Сейчас YouTube выдал мне наконец-то эту кнопку. Поэтому спонсоры уже появились. И помимо доната вы можете также становиться спонсором. Для спонсоров предусмотрены всякие плюшки. Ну, такие, например, как чашка, вот футболка. Вот так вот, наверное, будет видно. Но футболку я ещё не дарю. Чашку, как у меня, дарю. Но опять же, там есть разные уровни спонсорства. Есть совместный сеанс игры со мной. Для самых топовых спонсоров есть возможность заказать прохождение своей игры на 100%. Когда по кнопке спонсорства кликните, там увидите все бонусы для спонсоров. Поэтому, конечно, приглашаю вас стать спонсором беспрецедентно полных стопроцентных прохождений, которые мы здесь для вас делаем. Так, а теперь нам ещё осталось взять две ачивки. Нет, одну ачивку с тобой, которую ты мне поможешь. Там есть такое достижение. Собрать плод из трёх объектов. Поставить на него гоблина, чтобы он проплыл на нём 5 секунд. Ну, наверное, всё-таки это хорошо делать на 10 уровне. Хотя вот, я там дальше не помню. Ну, сейчас выберем какое-то место и отправим гоблинов в плавание. Странно, что были специальные благодарности, а потом опять пошли девелоперы. Обычно девелоперы в конце, в начале точнее, а благодарности уже в конце. И теперь additional credits. Ну, они как будто трейд-два сделали через одно место, так и титры сделали через одно место. То есть вы понимаете, да, насколько вообще он устал от хардкор? Нет, хардкор нормальная тема, просто вот эти... Да классная тема, ну вообще, например, если хардкор не вставить, даже не на лёгкой, даже на нормальной сложности, игра очень лайтово проходится. Ну вот, ставили этот последний уровень, который был в предыдущей части, дополнение. И на нормале и без хардкора, ну, нам нужно было там кое-какие ачивки взять. Мы, конечно, его с первого раза прошли, но на самом деле вообще не напряжно. Вы можете там и в обрывы падать, и не переживать. Нет, прикольно то, что вот они заморочились, сделали длинные уровни. Причём проработанные все уровни, ну, задний фон. Ну вот, сам длинный, я чуть-чуть пострадал. Тоже важно. Они реально все очень разнообразные, в дополнении особенно. Да. Да. Только в нём, я бы сказал. Да нет, на самом деле, в тех уровнях тоже было много всяких фишек, типа телепортов, шариков вот этих, пузырьков. Чё там ещё было? Котлы вот с этими монстрами. Короче, да, монстров просто в горы добавили. Верные, всякие. Ну, решение, ну, как бы есть телепорты, есть как бы рычаги, лифты, но решение, друзья, очень простое. Да, надо бы им, конечно, универсальность вот этого скилла у воровки поубавить. Ну да, да, слишком. То есть всё вообще решается через этот гравитационный пузырь. Проходятся любые препятствия и головоломки, в смысле, обходятся. То есть зачем там двигать какие-то ящики, прыгать по каким-то уступам, просто если есть коллограмм. Она защищает также и от боссов, и от всего, но очень мега имбовая способность. Мне как бы не кажется, титры идут по кругу. Кстати, может быть, что я хочу сказать, может, просто не все до этого додумываются на самом деле. Ну что там? А решение на самом деле очень простое. Ну да. Может, мы похоже, что по кругу, потому что мы уже третий раз их смотрим. Ну давай, что? Читеры надо посмотреть раза три. Но перед просмотром... Сами знаете, что надо здесь делать. Не все знают. Но для этого надо смотреть больше видео на канале. Там есть ответ на этот вопрос. Хотя бы в то, что эти три, которые мы с Каспером проходим. А я ещё эту часть не публиковал. Ну ладно. Там ещё будет? Что будет? Ну там будет легендарная сада. Да, в конце что будет, а как же? Тогда я все посмотрю. Да, это всё по кругу идёт. Ладно, я тогда выключаю. Закрыть заставку в последний сезон. Покидая заставку, вы закроете её для всех игроков. Но останетесь в той же игре. Вы уверены, что хотите выйти и закрыть заставку? Да. Да. Так, теперь смотрим. Смотрите. По уровням, друзья. Остаётся последний уровень. Так, ну... Показываю. Везде всё собрано. Тут ничего просто нету. Да, тут везде всего 100%. Здесь не было ничего. И вот последний уровень. Здесь 75 опыта. Всего у нас будет 1995 опыта с уровней и 505 с монстров. Вот, последний уровень остаётся. Это бонусный. Да, я уже говорил, как он открывается. Когда мы все находим в сундуках картины, которые я вам после бонусного уровня в следующей части тоже покажу. И это красивый, классный, в гномьем, горном стиле уровень. Поэтому на следующей части приходите. Пройдём его и пройдём, собственно, весь страйн 2 на 100%. Завершим. И вместе отпразднуем эту победу. До следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok